привет алина да день добрый давно не виделись ну что у нас наконец-то завершился серьезный женский супер турнир челябинске гранд-отеле видгов декабрьские вечера 2022 и мы с алиной вам решили рассказать как он собственно закончился вообще очень многие наверное ну не присутствовали может на всех трансляциях да поэтому мы решили сделать такой краткий обзор того что у нас было что было интересно кто у нас выиграл в общем все 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 что вы пропустили ну и так сказать немножечко простимулируем наших зрителей чтобы они заглянули на наши трансляции то что там то было все прям очень красиво и интересно ну вот собственно таблица уже перед вами друзья да вот именно так у нас завершился турнир как мы видим все имена знакомые шахматистки все сильные выиграть в турнире мог абсолютно любой ну и я думаю что мы сейчас про каждую отдельно несколько хороших слов скажем начнем с десятого места с дарьи филипповой ну она действительно уступала всем шахматисткам по рейтингу тем не менее то как дарья работает над шахматами чувствует чувствовалось в процессе на своем канале она выпускала видео про свои ошибки и старалась их исправлять вот прямо вот ближайших партиях два с половиной очка и 12 добавленных пунктов рейтинга говорят о том что несмотря на последнее место вряд ли этот турнир можно совсем уж занести и впоследствии провальный нет даже молодец чем вот понравилось грубо говоря и не то что там даже игра дашь это вот по крайней мере мне даша она вот была одной из тех которые всегда приходила на наши трансляции вне зависимости от результата если вы смотрели наши эфиры то конечно же после сыгранной партии мы приглашали победителей к нам студию поделиться впечатлениями вот даша несмотря на там поражение о коих было в принципе немало на этом турнире всегда приходила к нам в гости делилась впечатлением всегда была на позитиве и заряжала этой же позитивной энергией и нас собственно и наших зрителей за это ей конечно отдельное спасибо и частушки если захотите отыщите в исполнении даже до на девятом месте валерия клеменов это да будущее ну я бы сказал сильная и молодая но конечно верим что в будущее российских шахмата но в принципе очень светлое по крайней мере хочется на это надеяться но вот лера действительно очень яркая представительница своего поколения то есть и чемпионка европы она до 16 лет была и на чемпионатах россии вроде бы всегда успешно выступала то есть и в принципе в женских уже турнирах тоже наводит шороху например играя челябинский вариант 2022 года который был ну так сказать лера там вычесала добрую половину сильных шахматисток и все таки а кто это кто а чё это она еще и маленькая такая чё он так сильно играет ну вот ну и конечно же показывала сверх какую-то не знаю гениальную и сильную подготовку именно дебютного характера наверное лера была одной из тех кто выходил из дебюта причем так очень глубоко то есть где-то порой ее анализы там не заканчивались даже там двадцатом ходу что конечно же далеко не свойственно шахматисткам особенно молодым да все мы девочки там порой путаем там пятый ход и ничего нормально живем лера просто вот загружала своих соперниц заставляла их вспоминать все но конечно же в отсутствие опыта все же да наверно большого опыта игры с грандами да все же пока девятое место было много упущено разных победных позиций да где-то не дорабатывала за доской где-то может быть нервничала и боялась того что все-таки шахматистки у нас все сильные доверяла в каких-то моментах им и конечно же я думаю что для нее все равно тоже этот турнир был достаточно неплохим в качестве тренировки да но наверное все же не могу назвать выступление закономерным я все же конечно ожидала видеть ее на более высоких позициях но в целом да видим вот что есть у нас таблица уверен что в следующих турнирах все будет намного лучше да сюрпризом стало выступление анастасии бодна рук причем стартовала она отлично она одержала первую очень быструю победу и никто не мог даже предположить что это победа на долгое время будет в табличке в нее единственной однако в восьмом туре настя удалось сыграть партию ну тут я кстати не прав наверно не в восьмом туре то есть весь турнир она старалась играть в очень боевые интересные и красивые шахты а получилось создать то что хотелось только в восьмом да настя конечно провела отличную партию как мы ее сейчас да речь идет о партии восьмого татура нужно все показать сейчас я спрячу таблицу и покажу вам доску дощечку вот отлично одна из разновидностей так ну испанчиво варианта и после d4 коль бьет d4 анастасия не стала выигрывать пешку ходом слон бьет f7 есть такой известный вариант перс бьет d4 но у черных здесь преимущество двух слонов где то есть шансы на перехват я вообще теория очень длинная и я даже сейчас не смогу вас произвести даже после подготовки я смотрел на всякий случай но не уверен что ближайшие вот все правильно воспроизведут последовало острое взятие на d4 с дальнейшим е5 и после конь d5 по какой причине боира уклонилась от основного основной линии да не знаем но после конь d5 ферзь f3 c6 подавляющее большинство шахматистов просто съела бы на d5 потом отняла бы пешку d4 и пыталась бы доказать что слон b7 зря упирается в пешку d5 что фигура не очень хорошая но настя сыграла ферзь g4 после чего началось веселье вот у нее висит слон и она спасает его ходом c4 это конечно ход достаточно естественный напрашивающийся но после взятия мы рекомендуем всем поставить видео на паузу и попытаться угадать найти сильное решение решение от анастасии то есть но не эта позиция попала в позицию дня на ржев то есть таких эффектных решений партии в общем еще таким решением до будет в общем вместо простого входа слон бьется 4 последовало очень жесткая коль d2 с идеей на взятие на b3 отправить лошадку на поле d6 попутно подрезав ферзя и здесь компьютер начинает путаться в показаниях то у него ему кажется что у белых все прекрасно то вроде бы черные какой-то перевес имеют все-таки лишняя фигура ну а человеку на такую позицию пойти черными очень непросто и неудивительно особенно когда напротив играет анастасия бодна рук шахматистка все же санкт-петербурга известно в частности тем что очень боевая и помимо бойцовского характера еще и конечно же очень хороша в атаке и жертвует фигуры вполне себе направо и налево все же звание так сказать женщины которая любит отдавать фигуры да не только принадлежит валентине гунина известной гроссмейстерше да но и анастасия в однорук конечно же тоже в этом очень хорошо после слон бьется 4 длинная рокировка очень сильный ход ладья е4 слон б7 больше не стреляет в пешку ж2 ладью за этого слона белая готовы при первой же возможности отдать но так получилось что отдали больше вот позиция дня и вот тут вам реально друзья нужно задуматься висит ферзь в принципе можно забрать пешку наш 7 можно куда-то убежать или может быть подумаем еще ну анастасию конечно дважды просить не надо такие ходы делать после ферзь бьет д5 компьютер рисует равенство но все понимают насколько противно такие позиции играть черным хотя бы потому что нет ни одной опасной угрозы в данный момент дело еще не закончили развитие если быть объективным а у черных уже все фигуры в игре лишний ферзь и вот в какую сторону играют фигуры черных это большой вопрос к пункту g2 никогда не прикопаться слона d5 если уж что как-нибудь отступлением ладьи е4 поможет своей пешке никаких активных жертв взятия на f2 тоже не проходит все же ферзь на a5 очень далеко от своих тяжелых сил ну а собственно путь его перемещения да на этот фланг достаточно долгий к тому же конь пойдет сейчас у нас на c4 еще больше ограничить ферзя a5 ну и конечно же да когда в позиции без материала комп оценивает как равенство скорее всего у той стороны да да конечно та сторона у которой фигур больше скорее всего должна отбиваться просто единственными ходами действительно слона d5 очень сильная фигура скорее всего не уступает в стоимости ладье g8 за которую мы даже и не думали бы отдать такую сильную собственно легкую фигуру увела да ну как бы не с другой стороны ход ладья g6 нормальный да то есть мы где-то из двоица может попробуем ряд прикрыли ладья будет контролировать до шестой ряд но не все так просто перед слон d2 до черные пытаются ладьями затеять игру и вот тут последовала совершенно необъяснимая ошибка ну как необъяснимое очень хочется спрятать куда-то короля и совершенно непонятно куда его прятать потому что белые фигуры не создали вообще ни одной угрозы компьютер считает что черные должны допустить слона 5 уйти ферзел и на конь b6 шах просто пойти на c7 под все вскрытые шахи но конечно человеку такие глубины пока недоступны мне кажется мало кто согласился бы добровольно поставить после слона 5 и конь b6 короля на c7 под связку да не дай бог по под все отступления какие только могут найтись и боира решила спрятать короля на а7 но теперь ладья пришла на b3 грозит ладья b7 и дальше какая-то мельница намечается а после ладья c6 белые не жертвуют вот своего слона за эту ладью до тех пор пока это не приводит к форсированной победе дальше все достаточно просто ладья зашла на g7 и теперь белые форсировано выигрываться то есть грозит ладья b7 шах после ферзь h5 белые не зевнули мат в один ход и защиты от ладья а7 ладья b7 ладья а8 ладья b7 это уже мат никаких ладья а8 нету он контролирует полица 8 но партия действительно очень эффектно а мы вернемся к таблице на седьмом месте елена томилова лена у нас дважды завоевала титул фея тура и первый раз когда это когда она спасла каким-то феерическим способом партию с валерий клейменовой которая отдала коня за пешку вместо того чтобы забрать им слона ну наверное не спасла да то есть мне казалось что та партия все же была больше с перевесом томиловой то есть она чуть-чуть где-то под выпустил лера раскрутилась и уже казалось бы да черный играть на перехват да но вот нет магия феи сработала да и просто вот была подставлена фигура молодой шахматисткой но на том и собственно и сильные опытные чтобы такие подбирать фигуры и в последнем туре или не удалось черными навязать борьбу боровшийся за второе место дарья чарочкиной и выиграть то есть сказать что 7 место здесь не успех но судя по старту люди потому в какой физической форме она приехала на турнир я так понимаю что скоро ожидается пополнение в общем седьмое место результат который мог бы быть наверное лучше но и расстраиваться из-за него тоже не стоит но вот на мой взгляд елена тамилова это та шахматистка которая играет сильно от турнира к турниру то есть она вот либо приезжает вот в условную садку да и просто там оставляет за собой череду сильных шахматисток и вот ну либо какое-то такое среднее может даже ниже среднего выступления то есть вот нет такого может быть баланса именно в игре чтобы там ну типа третье место ок нормально то есть ли она либо выносит просто вот вперед ногами всех да но вот либо что то такое вот происходит но действительно конечно да когда ты так сказать мыслями немножко не там играть тяжело но в принципе турнир то был тоже сильный и плотный поэтому в принципе 4 очка минус раз да то есть и победы и поражения то есть ну наверное нормально то есть как бы не знаю как она оценивает сама свое выступление но все же какой-то катастрофы я бы это тоже не очень здорово стартовала у нас она афанасьев то есть она преследовала дарью войд по пятам должна была в первой партии выиграть у марии екимовой то есть стояла на мой взгляд просто подавляюще но прошла мимо нескольких таких хороших продолжений тем не менее весь турнир она играла в очень боевые шахматы черными слон неизменно шел на же 7 и ну и белыми она пыталась что-то сразу отдать какой-то материал что в последнем туре что у тебя в дарии чарочкиной и играть в такие веселые боевые и интересные шахматы но в какой-то в какой-то момент веселье все же вышло боком да то есть в партии против той же дарии чарочкиной мы как раз таки в нашем прямом эфире да очень много рассуждали о корректности гампита который применила анна ну и все же конечно черный очень быстро справились да то есть можно в принципе сказать что аня афанасьева действительно сильная шахматистка да тоже молодая все таки годы тоже какие-то впереди еще есть но все же есть конечно же и над чем работать может быть все таки стоит в свой репертуар добавить что-то солидное веселье это здорово но опять же нужно что-то практичное и каждый все таки наверное шахматистка должна ну уметь сочетать да то есть как бы какую-то амбитную такую острую игру но и конечно же да то есть там увидеть отказанные ферзевы или как он славяночку тоже порой наверное было бы полезно баяк иванова про нее что можно сказать у нее первого тура не задалась игра где-то вот в первом туре как раз валерия клейменова могла создать опаснейшую атаку году на двадцатом валерия не поверила своим глазам прошла мимо следующий тур боира играла тоже как-то неубедительно и вообще весь турнир мне казалось что вот она именно находится не в форме и тем не менее несмотря на такое не в форме две победы два поражения и пятое заслуженное место то есть даже не в форме боира у нас оказывается в верхней половине нервной таблицы ну достаточно богатый опыт ну бая действительно очень сильная шахматистка и тоже вот всегда все же на позитиве да опять же так сказать несмотря ни на что вот мне кажется продолжала бороться да были конечно какие-то обидные упущения но все же мне кажется что где-то может быть какого-то запала не хватило то есть были у нее фрагменты так сказать на протяжении турнира каких-то например быстрых ничьих да то есть как мы видели где-то путалась немножко в дебюте причем так очень достаточно серьезно да были какие-то такие ну нелогичные до связи ходов да то есть и все же когда белыми получаешь ну сразу равную позицию да с дебюта то бороться уже там ну очень сложно вот но все же мы надеемся что боира да в следующих наших турнирах так сказать может быть тоже подготовиться усиленно да то есть там десант из из элисты да то есть который помогал и саппортил ее во время турнира так сказать тоже поднатаскает баю по дебютам и она тоже нам всем еще покажет да куда слона стоит на g5 или на едва или делать это вместе вот чтобы я в принципе тоже молодец ну вот наверное так сказать досада турнира да вот какая то у нас такая получается дарья чарочкина четвертое место международный мастер сильная московская шахматистка пять очков всего лишь плюс раз тоже на протяжении всего турнира в борьбе досаднейшее поражение да то есть от тамиловой в последнем туре ну как бы опять же а кто сказал что будет легко когда ты борешься за призовую тройку не менее досадное поражение в первом туре то есть если бы вот так вот отзвичь первый и последний то выступление было бы просто великолепно тем не менее зрители признали у нас дарью феи турнира вот и приз мы еще пока что дарье не вручили обязательно вручим то есть дарья планирует участие в чемпионатах мира парапиду так сказать коллега в виде меня вполне может что-нибудь передать ну да у нас просто на протяжении турнира так сказать во второй его половине проходило такое ну забавное голосование мы решили так бодрить наших девочек вот и наши зрители определяли кто у нас именно фея да то есть образ феи это такая она у нас такая светлая такая воздушная да то есть как бы вдохновляет собственно наших зрителей и конечно же да вот прям вот веет волшебством то есть у нас как раз таки в двух турах победила елена томилова вот и собственно в какой-то момент магия помогла ей собственно на протяжении партии вот и дарья чарочкин стала у нас феей турнира да то есть воевав это звание в борьбе очень уверенно еще вот ну конечно да даше где-то просто порой не везло где-то были удачные моменты но наверное могло быть и лучше мне так кажется на третьем месте на мой взгляд открытие этого турнира несмотря на то что про нее мы все знали что я писал ролик и рассказывал что уже проигрывал Марии Якимовой в титульном вторнике шахматистка которая если мне не изменяет память после последнего тура сообщила ничего бы не хотела менять в этом турнире все сложилось отлично и так и надо и у нее те же самые победы над теми же шахматистками что и у Дарьевой то есть если она еще вот научится делать ничьи с остальными то мне кажется результат будет намного выше не ну Маша конечно фантастическая шахматистка то есть играет да цепкая то есть в принципе есть какая-то постановка дебюта вот это вот любовь взаимная к каталонскому началу да то есть не изменяя себе идем в эти позиции ну и в принципе одержала много классных и четких побед например ее партия против как раз таки другой молодой шахматистки Леры Клейменовой как раз таки в каталоне мне кажется была ну настолько чистой да что даже прикопаться не к чему то есть сначала выиграла пешку четко просто довела рукой до победы ушла то есть ну и как бы просто очко записала себе в актив мне кажется что Маша действительно очень неплохо провела этот турнир вот прибавила тоже наверное немалое количество рейтинга себе ну и наверное идет так сказать шажочками к отметке в 2 300 думаю что если бы у нас например в турнире можно было выполнить нормативы то наверное норму гроссмейстера бы женского она должна была выполнить вот так что Маша молодец и действительно мне кажется к ее выступлению да даже не прикопаться вместе с ней только же очков точнее сказать набрала Марина Гусева но по личной встрече это первый дополнительный показатель Марина опередила ну и в общем то повторила результат суперфинала стала второй что сказать Марина фахматистка безусловно сильная у нее были как удачи так и тоже неудач были и зевки и переламывание неудачно складывающихся встреч в частности спаслась с Валерией Клейменовой попав на подготовку зевнула бежку в первом туре Дарьи Чарочкиной и сумела переломить в дальнейшем то есть ой там вообще была фантастическая партия вот по крайней мере вот Гусева Чарочкина это вот ну я не знаю я бы не сказала что это такие чистые женские шахматы да но мы там наблюдали какие-то позиционные неточности там конь стоял на опять и томился от тоски а потом раз и куда-то перепрыгнула а потом Марина так занесет там да пожертвовала качество и просто все срослось ну мне кажется красиво было и вот реально вот так по нашему сыграно Марина молодец ну и первое место это мисс стабильность турнира вы видите Дарья Войт с первого тура захватила лидерство со второго упрощила и ни разу никому не уступила не дала даже возможности поделить эту первую строчку то есть до самого конца очень плотно ровно надежно то есть и партии у нее тоже неплохие и безусловно партию лидеров мы сейчас одну из партий победителя мы покажем у нее была очень интересная встреча против Валерии Клейменовой возник ежик вот такой вот спешкой на f3 очень сложный здесь у белых есть и ладья fc1 с дальнейшим a4 a5 и ладья d1 но в общем в общем даша для начала расставила все фигуры максимально надежно вот а потом я вот эти маневры объяснять даже не буду пытаться потому что если мы начнем углубляться в каждый из ее ходов то у нас этот ролик затянется часа на три наверное вот вот а потом было принято вот такое интересное решение после хода конь c5 она просто взяла на c5 кардинально изменив рисунок борьбы и вот к этому Валерия оказалась не готова не готова да после dc конь d3 здесь стоило воспользоваться рецептом алины бивол если вы пересмотрите нашу трансляцию со второго тура алина говорила что слона 8 ферзя подключаем и в общем то у черных особых проблем быть не может а Валерия решила подключить слона с f8 перевела на f6 где он попал собственно под коня h5 и вот последовала такая ну симпатичная даже сложно назвать жертвой потому что тут же все отыгрывается здесь выигрывала и конь бьет f6 это после партии нам дарья тоже сообщила но е5 просто намного более такой жесткий ход напали на мат и симпатичная концовочка последний ход в партии угрожает fh5 мата брать нельзя за fh6 то есть такая ровная партия и в целом весь турнир Дарья Войт старалась играть вот примерно так же очень надежно с королем нет проблем и в то же время в меру агрессивно одна неточность и мы готовы создать матовую атаку просто солидно четко мне кажется Даша вот провела этот турнир обыграла грубо говоря весь хвост где-то сделала пару солидных мужских ничьих да мужских то конечно же я говорю о том что очень быстро да вот ну и конечно же да это шесть с половиной очков отрыв да то есть на целый очко от Якимова и Кусевой круто солидно Даша действительно находится в форме как она нам сказала наконец-то да запрыгнула в два триста пятьдесят хотя казалось бы да не такая уж прям цель но все равно да сейчас рейтинг набирается очень дорого куча молодежи с рейтингами тысяча двести такие привет Даша да тысяча восемьсот да тысяча семьсот они уже как бы реально кусаются вот так что ну вот такой у нас собственно получился турнир мы очень надеемся да что все собственно девушки которые в нем сыграли получили в первую очередь удовольствие от игры и вот того какая была у нас организация организация в Челябинске у нас конечно же как обычно на высоте главный организатор Максим Анатольевич Шушарин всегда старается и заботиться о том чтобы турнир проходил в комфортных условиях это раз конечно же да всем участницам да был обеспечен хороший прием да то есть кто-то даже мог приехать со своими родными и близкими людьми ну и конечно же да то есть команда у нас рабочая да то есть и мы да и арбитры и у нас был фотограф то есть все все классно провели время да мне кажется что у нас получился такой семейный на самом деле турнир очень классно вот все друг с другом взаимодействовали мне кажется что ради такой атмосферы стоит играть в отборочных турнирах для того чтобы попасть в наш финал финал серии у нас будет называться уральский максимум да немножко поменяем название может быть будут какие-нибудь еще декабрьские вечера мы все еще придумаем и челябинские вечера добавим какие-нибудь в целом челябинск это всегда здорово да работать в отличной компании тоже всегда круто роман юрьевич мне кажется у нас получился да спасибо алина я тоже в авторге да и в общем рекомендую всем начинать отбор с мемориала лозавадского который стартует в конце января вот в этот вот супер турнир да ну и алина да тоже огромное тебе спасибо за все эти интервью комментарии за все эти безумные идеи с неожиданными подарками за все эти ну фантастические выборы фей огромное да все было круто да до новых встреч друзья увидимся всем пока пока